Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Спасибо, что заглянули. Сегодня я даже не знаю, чем я буду снимать влог. Просто решила включить камеру и начать снимать. Как дальше пойдет, не знаю. Возможно, буду несколько дней подряд снимать. Каждый день по чуть-чуть в моей жизни. Так как вы просите снимать как можно больше влогов, я стараюсь это делать. Даже не знаю, чем снимать. Просто снимаю свою жизнь. Кто подписан на мой инстаграм, тот уже наверняка видел. Я вчера сделала в салоне вот такие вот ноготочки. Мне все очень понравилось. Но если честно, я получаю такой кайф, когда сама себе делаю ноготочки. Это просто несравнимо с походом в салон. Хотя так намного быстрее, намного качественнее. Но я просто обожаю делать себе ногти. Как вы думаете, делать самой или дальше ходить в салон? Напишите в комментариях. Я уже отсняла и смонтировала для вас мукбанг. И теперь с чистой совестью я могу сесть и начать рисовать. Доделываю уже коллекцию весы. Она очень хорошо набрала на моем бумажном канале. Представляете, за один час уже на этом видео было 10 тысяч просмотров. Но на момент рисования этой всей красоты я пока что не знала, что это видео настолько классно залетит. Просто на моменте монтажа уже это видео опубликовано на бумажном канале. Если хотите, я могу оставить ссылочку. Переходите, смотрите. Очень классное видео получилось. И новинка тоже очень интересная. Порой я делаю коллекцию со всей душой. Делаю очень хорошо, качественно, долго. Но видео не настолько круто залетает. Иногда бывает, ты делаешь, казалось бы, очень даже что-то простое, быстрое. Вот эту, кстати, коллекцию я делала прям на скорость и очень быстро сделала. Хотя здесь 9 пакетиков. Пока у меня есть пару минуточек свободного времени, их нужно потратить с пользой. Я вам показывала, что у меня есть два вот таких контейнера. В первом лежат мои цвета, мои гель-лайки. И некоторые из них я хочу сегодня выбросить. Те, которые лежат у меня уже давно. И мне не нравится их качество. Пора их выбросить и купить что-то более стоящее. Возможно, даже сегодня сгоняю. Хотя нет, не сегодня. В общем, посмотрим. Посмотрим по настроению, как там будет. Ну, здесь явность. Надо сделать порядочек. Кое-что выбросить. То, чем я не пользуюсь. Что у меня испортилось и так далее. Я тут влажной салфеткой вытираю все мои баночки. Это гель-краска от Кани. Покупала на Алиэкспресс за копейки, но мне она очень нравится. И это у нас стопочка на выброс. Вот эти цвета. Они не закончились. Просто мне не нравится качество. Базу выбрасываю, потому что она закончилась. И белый цвет ужасный. Дальше мы приступаем к этому ящику. Здесь очень много всяких штучек для дизайна. Сейчас будем все это разбирать. Вот такие колбаски я покупала когда-то для дизайна. Когда только начинала свою деятельность. Бесполезная штука. Лежит все три года. И выбросить жалко. И пользоваться вроде не пользуюсь. Кстати, я уже приноровилась с новой камерой. Я хочу продать свою старую. Кому интересно, пишите на мой пиар-аккаунт. Эту камеру я покупала в прошлом году в Контакт Хоми. И сейчас она там стоит 800 монат. Я готова продать за 350. Офигенная камера. Отлично работает. Все замечательно. Просто у меня появилась новенькая, которую мне купил папа. Поэтому эту я хочу продать. Кому интересно, обязательно пишите. Так как я сегодня разбирала свои гель-лайки, я хочу сегодня сделать коррекцию мамочки. Тем более мою фрезу уже починил мой братик. Вот так вот здесь изолентом намотал. В общем, все сейчас уже работает замечательно. и могу смело делать коррекцию мамочки. В комментариях увидела, что некоторые спрашивают, а я как это вообще стираешь, это полотенце? Конечно, стираю. Как же без этого? Я что, челкнутая, чтобы не стирать? И у меня, как обычно, нету зарядки. Находим опять какую-то мелодраму. Мам, что будем смотреть? Какую-то мелодраму, наверное. Фильм мы уже нашли. Сейчас покажу маме ноготочки дол. Вот так вот. И сейчас увидим после мои способности. Я сейчас буду тебе дизайн делать. Я должна доказать аудиторию, что я тоже на что-то способна. Что я круто делаю ноготочки. Так что держишься. И сегодня, кстати, я буду делать со скоростью. Да. Будем ускоряться. Поэтапно буду вам показывать. Я уже сняла покрытие. Вот ноготочки без даже базы. Будем укреплять гелем. Потом наносить цвет. Сейчас я буду делать маникюр. У меня очень хорошие вот такие вот щипчики. От Starlex. Они просто супер. Вот. Сейчас будем ими делать маникюрчик. Мам, вытащи, пожалуйста, ручку. Покажу. В общем, здесь на трех пальцах я уже нанесла гель. Чтобы укрепить ногтевую пластину, я сделала маникюрчик. Вот сюда сейчас будем наносить гель. С таким укреплением маникюрчик будет держаться очень долго. Покрытие не будет скалываться. Вот. Я знаю, что вы будете спрашивать. Гель для укрепления я использую от Runeil. Мама выбрала вот такой вот цвет. Такой нежный. Я хотела, конечно, сделать что-то экстремальное. Зеленое или голубое. Но мама не хочет. Мам, покажи ноготочки, пожалуйста, как получать. Я вам поэтапно буду все показывать. Вот. Здесь у мамы какое-то пятно непонятное. Ну а так блики ровные. Ну что, с цветом мы уже разобрались. Вот такие вот ровные у нас блики. Сейчас будем делать дизайн. И для дизайна нам понадобятся вот такие вот блесточки. Тоненькая кисточка. И топ. Вы видите сейчас результат. Мама не в восторге от того, что я решила делать ей дизайн. Мам, люди платят за дизайн. А тут ей бесплатно. Я тут уже заканчиваю делать маме ноготочки. И посмотрите, кто здесь. Кто этот мальчик? Сидит на мне вот. Мама прям обзавидовалась. Причем я тянусь к маме. И вот так вот столом его немножко сжимаю. Но он не против таких массажирующих движений. Он только за. Такой ласковый. Я прям не могу, девочки. Уже можно показать вам результат. Вот такой вот дизайн. Скажи, ты в восторге от моего дизайна? Да, да, да. В восторге прям. Супер. Это при обычном освещении. Сейчас покажу при лампе. А это уже под лампой. Вот такой вот маникюрчик. Посмотрите, какие блики красивые у нас получились. Мам, ты довольна, скажи честно? Очень, очень, очень. Спасибо большое. Это самое главное. Самое главное, чтобы была довольна мамочка. Все остальное второстепенно. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. И возвращаюсь не с пустыми руками. Сегодня моя подписчица отправила мне тортик. Тортик настолько красивый, настолько аппетитный. Это просто произведение искусства. Я вам обязательно должна это показать. И пакетик, кстати, оценил Twix. Как только в нашем доме появляется любая новая коробка или пакетик, сразу Twix оприходует ее. Ну как тебе, удобненько? Удобненько, дурачок тебе. Абсолютно искренне вам говорю, что это просто шедевр. Посмотрите, как красиво. Все очень аккуратненько. Я уже открыла. Просто в инстаграме вам тоже показала. И обязательно оставлю ссылочку здесь тоже. Если хотите, можете перейти, заказать себе тоже по очень приятным ценам. Настолько красивые тортики. Это вообще нечто. В магазинах такое точно не найти. Мама сразу поставила чай. Приготовила все инструменты. Это, кстати, юлки наши новые. Маме очень нравятся. Она заценила. Ну что, маме, можно уже есть? Сейчас, сейчас. Как будто торт никогда в жизни не видели. Не, ну такой красивый реально не видели. Я помню, однажды ко мне приходила подписчица. Помнишь, красный бархат торт приносила? Очень красивый. У мамы еще новый маник. Давай, мам, продемонстрируй свои способности. Да, вот так вот. Необычненько, конечно. Уверена, что очень вкусно. Особенно в феврале. Такие фрукты, ягоды. Сейчас будем пить чай и дегустировать, скажу честно, свое мнение по поводу этого тортика. И в разрезе давайте вам покажем. Я так понимаю, это блинный торт, да? Да, маме? Нет, это бисквитный. Бисквитный? Ну все, давай сюда. Когда я ем, у меня сразу поднимается настроение. Особенно, когда что-то вкусненькое. Вилочка моя. Чаек. Я вроде собиралась монтировать мамина видео кулинарное. Но решила отменить. Попьем чай, подкрепимся. А дела потом. В общем, вот так вот тортик выглядит в разрезе. Я уже попробовала. Действительно, это блинный торт. Он очень нежный. Не супер приторно-сладкий. И внешний вид отличный. Сейчас чайочком будем пить. Кто-то уже заканчивает торт. Ну ладно. Не будем перебивать аппетит человека. У кого-то второй кусочек уже пошел. Давай. Давай.